Где обитает счастье? Куда отправиться, чтобы насладиться им сполна? Наверное, у большинства людей возникают такие картины. Жаркие страны, теплые моря, фруктовые сады. И северяне, как перелетные птицы, стремятся наполниться теплом южных морей. Но каждый раз возвращаются обратно. Туда, где властвует холода. Туда, где земля не дает разродиться богатому урожаю. Туда, где цивилизация не спешит пускать прогресс. Одно из таких мест – Пинежье. В этой глубинке России роз дивных, увы, не найти. Зато на скалистой тропинке Венера сняла башмачки. Здесь вольно медведи гуляют, лисенок еду берет с рук. И лебеди белую парой по озеру плавно плывут. Зимою, забравшись на гору, от счастья закрою глаза. Представлю, как будто взлетаю. Такая вокруг красота. Удивительно, но даже те, кого судьба случайно забрасывает сюда, не могут забыть эти прекрасные места. В памяти оставляют глубокие следы, радушное чаепитие и несчерпаемые беседы гостеприимных пинежан. И в каждом доме своя история, своя судьба. Огромный мир открывается внимательному слушателю. Целая вселенная, скрытая от посторонних глаз. И вот сейчас я почти осталась одна. Самая младшая. А что раньше родители? Строго нас, конечно, вели. Очень строго. А что, корова? Они же с утра уйдут и до вечера, до позднего. А ты тут, вот эти крынки с молоком, там всю память остались. Пока это творог, да то, да сё. Или в школу идти. Это перед школой. В три часа разбудят. Иди во Вин. Иди. Там снопы вытаскивай. Молоти. Молоти, знаешь чего. А потом это полвосьмого. В Карпогоровице. Семь километров надо ещё идти. Пешком ведь. Раньше ни машин, ни автобусов. Ничего не было. Всё ходили пешком. Где на лошади? Какая лошадка идёт, так зимой, так на сане сзади. То ребёнкой, то чем. Ну, лети на замках, на санях сзади. Попадёт. Ну, когда слезешь, а когда догонишь, и снова тянешь. Вот так. Так я ж, когда ещё в школе фотоаппарат купили, смену восемь. С удовольствием встал. И эти проявители, эти фиксажи, это всё то вечером, то где-то в бане даже. В холодной бане. Там вот начинаешь печатать. Придёшь, уже фотографии ты не можешь проявить нормально. Нормально берёшь плитку обыкновенную электричеству, на неё ставишь обыкновенную чашку. Туда проявитель наливаешь. Ещё проявитель сколько-то поработал. Ну, это ещё в детстве, это когда вот сколько. Ну, в пятом классе это у меня было. Я вот сейчас вспоминаю, вот Ирина Васильевна такая была. Ну, и вот пошла я в первый класс, что интересно. Отец меня проводил до школы и говорит, иди. Фамилию-то помнишь? Помню. Урок начался, учительница пришла и говорит, новенькая есть, да, новенькая. Как твоя фамилия? Сижу и не знаю, что-то видеть. Забыла, растерялась. И вот кто чего поднимает. Галя-то мило поднялась. Да я знаю. Ну и как? Любовь Осипова. Ну, нас в деревне все звали. Если, например, вот была Нина Варкина, у неё отца дома не было, утец уехал где-то. Её звали Нина Варкина. Аля Усынина была, у неё отец погиб на войне уже, Аля Алька Маринина была. Ну, у меня её отец был на меня. Ну, вот созвали Любовь Осипова. И вот подписанная, у себя учительница подписала. Ирина Васильевна потом приходит, вот это директор школы, и говорит, а что-то у вас тетрадка-то подписанная, она говорит. А это новенькая? Так это новенькая, это не такая фамилия. Вот что мне вот это запомнилось, так интересно было, что вот эту фамилию записали. У меня был случай один, что знакомый мне хорошо человек сказал, что меня позвали к этому, к учителю. Я подошёл, спросил, что меня звали, а мне сказали, что не звали. С тем потом я не дружил. Алька. А как ты себя чувствовал тогда? Я себя чувствовал очень плохо. Думал, зачем он так сделал? В шестьдесятом году женился. В феврале месяце, да, 24 февраля. 5 февраля, в шестьдесят третьего года, дочка родилась. Тут, значит, да, в лесу фильме работало, это значит. Вот, в шестьдесят третьего родилась, в шестьдесят... Запомните, в шестьдесятого года, двадцать, двадцать четвертого февраля, в шестьдесят четвертого года жена умерла от родов. Ну что, сохранили. Год с лишним пору опять женился, сейчас живу в отцессе с женой. Какое счастье. Ничего мне не получается. Так, скажу, сбилось, сбилось, сбилось. То есть, я считаю, сколько мне было, сорок лет, когда... Мне же, главное, личная жизнь не удалась. Первый раз вышла замуж. Разошлись. Не такая... Не такую жену надо было ему. Я со своей фамилией осталась. Пойдем, пойдем, пойдем в сельсовет, ничего. Так осталась на своей фамилии. Потом с хохлом сошлись. Так что вот. А последнее вот это, считай, где... Ну, сорока лет я вот только стала материально. И уже не считать копейку. А так я всю жизнь считала копейки. Ничего у нас не было никогда в достатке. Так что, какое... Все равно, как говорят, об деньгах не надо думать, но без денег не прожить. И нормальную жизнь тоже не устроить. И в результате, в общем, так получилось, что муж умер, детей не было. И она не поехала к нам сюда, на север. 50 лет они там прожили. И вот она только до этих событий умерла. Вот такая у нее судьба. Представляете? А остались бы они здесь у нас, жить в родных местах. В нашей жизни все было. И много хорошего, конечно, да? Да. Ну и много было разногласий. Но вообще-то мне моя жена очень нравится. Север исцеляет уставшую, изношенную душу и закаляет тех, кто только начинает жить. Зачастую, именно в глухих селениях, загадочная русская душа, ища себя, обретает незримые сокровища. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Есть такие места, былинные, край березовых, белых ночей. Здесь деревни стоят старинные, над домами дымки от печей. Здесь и воздух другой особенный, здесь и люди еще добры, а над Ивою и до смородиной развивались черемух вихры. И вода такая прозрачная, в этих речках будто слеза. Все кругом для сердца так значимо, что словами и не сказать. В мир из этой земли я вышел, это пинеж и край родной. Здесь и небо кажется выше, чем над всей остальной страной. Лес, поле, озера, река. Что еще нужно для отдыха? Жаркое лето, холодная зима. Но жизнь здесь крута. Все ответят да. Наверняка этого всего уже нет, но в сердце будет жить родины, силуэт. Но родина это большие слова. Лес, поля, большая территория. Родина это также и планета Земля, но наша родина это пинега. Это же русская. А водичка, если она колодезная, если она чистая, вот это так, это же все тут. Все родное. В храм сходил. Душа-то как сразу обновится. Честно, вот это вот здорово, здорово. Откуда могучая сила пинежья? Откуда столь щедрые дары для страждущей души? Ведь помимо горделивой неприступности природы, редко балующий северян своим изобилием, они испытали на себе все тяготы военных, послевоенных и перестроечных лет и ошибок тех, кого почитала вся страна, на кого молились, в кого искренне верили. Ошибок, стоивших жизни и сломанных судеб. Иногда песочку дадут с сахарного, значит, попить чаю. Хлеба того не было, не давали. Ешьте вам такую шу-сопшу. Наверное, бы в то время меня посадили. Ну, меня-то шай невелик был, меня бы не посадили, конечно. Но за мать бы мне лечь. Я, знаешь, во втором классе учусь, как будто, да. Товарищу Сталину пишу заявление. Товарищ Сталин, вот сделайте мне, пожалуйста, шумбайку хлеба. получать в каждый день, значит, в день, там, в месяц, если сколько. Ну, что, я живу без холода, голодом, без хлеба, значит, у меня есть и охота, вот прошу вас выделить мне там, это значит, пайку хлеба, да. И этот, значит, конвертик в такой крюльничек его запечатал, положил его на полку наверх, и вспомнил я уж про это письмо, наверное, года через три, понимаешь ли. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Ты хороша, такого раза его не послал, никуда ты вам, ну, конечно, дальше, мне горло не ушло, все равно за мать, ну, взялись, за меня ты вообще возьбешь. Вот. Но неважно, жили во время войны, что сказать. Гол, голодные, холодные. И шамать отправляли каждую зиму в лес на заготовке. А меня, значит, к соседям жить. Мама проработала всю жизнь в колхозе. Она занималась сельским хозяйством, восстанавливала, как это правильно сказать, выразиться. В общем, она была семенителем коров. У нее было на плечах, особенно в годы войны, так как все это тяжко ей досталось. Как пишет Абрамов, как люди работали, действительно, женщины, мужчины ушли на фронт, а это все на женских плечах. То есть, каждая корова должна подоносить. Иначе, если это не произошло, значит, ты враг. Не, какие там сказки. Мы росли-то сами по себе, ни в садике, никаких сказок. Сказка только лишь мыть. Смала, смала. То за травой, то этого, то чистить, то корова, так. Все, какая-то работа, никаких сказок. Ты до того набегаешься, насуетишься, ты пал. Все, никаких сказок. Вот это здоровье сказалось в военное время, но как раз в котором году-то я болела корью. Мы с братом вдвоем лежали на полу. Нам поставлена была кружка воды. Все, брат меня на сколько, если он 43-е годы, считай на 5 лет, вот смотри, какие у нас они. Мы оставили них, кто нас будет следить за нами. А потом мы говорили раньше, что если ребенок хочет чего-то, надо его накормить обязательно. Но хотелось мне конфеты. Где конфеты-то возьмешь? Конфеты тоже нету. Ну и вот у меня осложнение. Вот объясняли-то тем, как уж не знаю факт, но факт тот, что у меня получилось, осложнение на ухо было. Но я еще и слепа была, меня еще за руки водили. Так что война-то мне, голод-то все равно сказался полностью. Народ-то, как понимаешь, как отбили от работы-то молодежь, что ведь? Как отбили специально-то? Мы те же самые, тем же, кованы, все деланы. Да почему такое сразу ум точменился у людей-то? И откуда здесь взяться с счастью, спросите вы? Я считаю себя счастливой, потому что у меня все родственники на месте. Даже прадедушка. Ну, прадедушка, конечно, есть. Да, я считаю себя счастливым человеком. Почему? Что делает тебя счастливой? Друзья. Родители, подарки. Деньги. Мне сейчас такую работу подкинули, что я сейчас даже в лес в этом году меньше хожу. В те годы ходила по 9 ведер, натаскаю, клюкву и сдаю, и что, и сколько. А в этом году так понемножку хожу. Мне поросенка подкинули. На старости более спирился. Но я всегда во скотинку держала тоже. Вот приятно, вот почему-то раньше в деревне ведь старушки, старые уже, и все старались животинку держать. И поэтому они около... Ну, вот, например, как коза у меня была. Вот доишь, сидишь в козу, разговариваешь, не так спокойно, так приятно. Даже действительно вроде как счастливо себя почувствуешь рядом с козой. Все хорошо, все, все какие-то беды куда-то отошли. Так что вот. Но вот у меня сестра двуровня есть, ей будет 96 лет в этом году. Но она неплохо живет, конечно, все с дочерью, все нормально. И чистенько, и сыто, и у нее были операции вовремя сделаны. Она и читает много, и разговаривает. Она говорит, скучно без дела-то. Самое-то главное. Вот это... У нас мы страдаем одиночеством, она и одиночеством не страдает. Но безделье, все равно, как сказано, долг день до вечера, когда делать нечего. И если есть у человека работа какая-то, это уже человек. Вот как мы раньше проводили диспуты, в чем счастье человека. Кто говорит, то в любви, кто в чем. А все равно, если не трудишься, так и счастлив никогда не будешь. Если бы несчастные, несчастливы были, наверное, бы давно уже разбежались. Да, разбежались, разошлись бы, да. Потом у нас семья, у нас дети, внуки. Как бы, допустим, не всегда гладко и хорошо решались вопросы, но это же жизнь. Вот он сидит у меня тут, тоже внук, немножко такой, тоже характерный, слегка проблемный. Но стараемся решать вопросы. Вообще-то, парень хороший, Женя, я знаю, что я тебя люблю, хотя в другой раз и строг к тебе не всегда может справедливо, так ты уж прости меня. Ладно, давай. Я не каюсь, но говорю тебе. А так, да, да. Мне кажется, и лучше бы и не надо нам ничего, правда? Нет, лучше бы надо, конечно. А чего лучше тебе надо бы еще? Нет, еще бы лучше что-нибудь. Все равно что-то лучше. А, ну хорошо, да, ты так это по мелочи там, чтобы пенсии, чтобы было побольше, чтобы обстановку, дизайн сменить здесь, это все, да? Да, да, да. Конечно, чтобы съездить в Турцию или куда-нибудь. В Турцию, конечно, поближе. В Сочи, Ялта. Особые душевные качества отличают пенежан, которыми они согревают тех, кто хотя бы раз посетил пенежье. Край мой пенежский, край мой таежный, Зори июльских рябиновых жар, Разнотравья, узорные пожни, Как старинная девичья шаль. То с дождями, то знойное лето, То зимою мороз ядовит, А весна с ледовитым ветром Даже в мае озера стеклит. Край мой пенежский, край мой таежный, Я сродилась с тобою навек. Ты во всем так же прост, как и сложен, И тебя познает человек. Пенежане – это те, Которые родились в Пенеге, Выросли в Пенеге И по сей день живут в Пенеге. И никогда ее не бросают. Я по характеру очень веселая, смешная, Иногда бываю даже чересчур серьезная, Но это редко. Добрый. Никогда не лезу в драку. Всегда знаю, что дракой делу не поможешь. Решаю свои проблемы словами, а не кулаками. Я хорошая, умная. Ну, иногда бываю слегка очень модной. Иногда добрая, иногда злоумная. Не знаю. Что тебе всегда нравится? Умность, воспитанность. Ну вот, коммуникабельная, активная, веселая. Я люблю как бы заниматься спортом. Ну, за фигурой же нужно, конечно же, следить. Все-таки вот в Пенеге, я так говорю пока чисто Пенега, Вот и наш куст, все-таки люди более, мне кажется, образованные, Больше культуры, вот какой-то осталось, Где-то вот наработалось в течение многих лет. Я думаю, что я по характеру, ну, такая, думаю, спокойно сдержанная, Не истеричная, по крайней мере. Ну, и да, бывает, что там спыльчивая. Меня вот сейчас 68, якобы-то не старенькая. Оптимизм и жизнерадостность всегда были главными козырями пенежан В игре с жизненными трудностями. Они, живущие в своих селах и деревеньках Или регулярно приезжающие в родные места, За которые по-настоящему щемит сердце, Точно знают, что произошли необратимые изменения В социально-экономической и культурной жизни деревни. И не тешат себя иллюзиями относительно ее будущего. Однако, они открыто говорят о перспективах пенежья И призывают тех, в чьих руках есть все возможности Для продолжения его жизни и развития. Уезжая, важно возвращаться. Важно, надолго ли возвращаемся, Либо на краткий срок, Но возвращаясь, вновь и вновь приносить пользу, Делать добрые дела той малой родине, В которой ты прожил, Которой ты, собственно, обязан своей жизнью. Мне нравится то, что Хорошие здания, они оставляют пустыми. Вот как белое здание. У нас вот тут оно хорошее, Только там надо его немножко подремонтировать, и все. А вот это вот здание, которое, где кафе перемена. Там вот они все сделали, главное. А белое здание вообще не хотят ремонтировать. Заколочено все, закрыто. Не хотят. Что делать? Как мне кажется, надо сделать специальное место, Где будут все собираться, И там обсуждать все. Что, например, обсуждать? Вот обсуждать, как делать эти, ну, ремонт домов. Или на благотворительность деньги собирать. В жизни я буду заниматься, ну, если выйдет что-нибудь, я стану депутатом. Хочется стать депутатом Пинежского района. Ну, и, конечно, это уже, наверное, мечты, стать президентом России. И, конечно же, не забывать о маленьких таких вот районах. Или, ну, или вообще даже поселках каких-то. Есть очень проблемы с мусорами, дорогами. Вот этим я и хочу заняться. Благоустройством нашего Пинежского района и других районов. Вот у нас же губернатор приезжал, он тоже говорил, да, что проблемы есть, там, и всякое такое. Но что-то как-то незаметно, что они как-то исправляются. Это вообще, вот он сколько раз ездил по нашей же дороге, вот Архангельск Пинега тоже. Говорил, что там-то-то плохая дорога, надо что-то придумать, там что-то сделать. Вот ничего, это не делается, одни разговоры. Надо кого-то привлекать, привлечь сюда, может быть, знаете чего, для животноводства или вот что-то такое, чтобы у нас здесь вот ядро-то такое создать, вокруг которого уже все наши современные жители деревень, они бы как-то это. Ну, во-первых, я бы очень желала, чтобы наш край процветал, чтобы у нас что-то появилось, промышленное появилось, туристическое. Это надо 2-3 человека, в том числе, конечно, из администрации, с культуры, может быть, может быть, с пенсионеров бы как-то вот это начать. Вот по моему предложению-то рассмотреть все возможное, что сейчас можно сделать, что попозже. Да если бы какие-то проекты еще, вот в проекты, да, попасть. И поэтому мое-то пожелание, чтобы эти люди нашлись и объединились. Я бы с удовольствием, например, если бы вот нашлись вот такие единомышленники, чтобы этим занялись. Но пока у нас как-то все мы отдельно сидим, так смотрим. Так, во-первых, нужно законы, которые стимулируют, которые вызвали бы интерес у человека завести хозяйство. Сейчас видите в чем? То налоговое, то там пятое, десятое и так далее. Надо законы поменять, чтобы не стимулировать. Да, хотелось бы видеть будущее деревни нашей. Это же ведь... Но вот сейчас молодежь-то отучили работать. Ведь раньше вот это, когда они работают, ведь судили за это. А тут сейчас ведь до чего научили, что даже им деньги платят. А они не хотят работать там за сто, за двести. Там столб сменить. Это столб сменить у ограды? Рублей пятьсот. Это ведь... Я не знаю, как так можно... Интересно, мы тоже вот так пенсионерки, и вот у них нету этого. Только лишь бы хватать, хватать, а не работать. Вот это одна распущенность, которую допущили. Это, я думаю, политика государственная. Правильно, правильно. Уважать друг друга, быть всегда вместе, помогать друг другу. Не то, что там один что-то делает весь, убился до изнеможения, а второй сидит. Просто друг другу помогать. А мы как? Тоже так же. Молодец. Я варю. Он посуду помоет. Если надо, да. Да. Или полы. Он и полы помоет. Постирать раньше работали. Если... У меня один выходной, у него два выходных. Он постирает. Я ему все приготовлю. Раньше штыка... Я ему варил даже. Ты об этом молчишь. Иду с работы, полоскать вместе сходим, белье развесим вместе. Все вместе. У нас и мама так говорила, не ждите друг друга. Кто свободен, тот и делайте. Да, и не делите работу на женскую, на мужскую. Друг другу помогайте. И что, быстренько вдвоем-то мы все сделали и свободны. Куда хочешь и чего хочешь делать. И главное, слушайте друг друга. Да. Вот. И слышите. Друг другу помогать и делать все вместе. Вот и счастье. Я в титу счастье свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. А-а-а-ам, у-а-ха-е-е-е, а-а-ам, у-а-ха-е-е. В открытый космос лечу кометы, огибая. Тебя мечтать научу. Теперь одна мыстая. А-а-а-а-ам, у-а-ха-е-е-е, а-а-а-ам, у-а-ха-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Только улыбайся. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся, улыбайся, 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 улыбайся. А-а-а-а-ам, у-а-ха-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Улыбайся, у-у-у-у, улыбайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok